Меня зовут Анастасия, я руководитель киноклуба «Про кино». С августа прошлого года я его основала, и раз где-то два раза в месяц мы собираемся, смотрим фильмы и обсуждаем их. Фильмы с самой разнообразной тематики. И сейчас я решила прочитать небольшую лекцию вам про сюрреализм. Вообще, что это за жанр, с чем его идеант, откуда он возник и почему он так важен в современном кино. А также, что же такое психоделика и фотосмагогия. И почему все эти три таких своеобразных, интересных слова с собой очень взаимосвязаны. Во-первых, хочу вам рассказать, все знают жанры драма, комедия, акт-хаус, самый биографический фильм. Их огромное количество, огромное множество. И всех их объединяет то, что... Это логика, да? Это сюжет. Как говорил Кэмерон, сюжет – самое главное в фильме. Если нет сценария хорошего сюжета, всего остального может не быть. Это логика событий. Сюрреализм абсолютно в кино выделяется тем, что логика там не важна. Логика абсолютно, в принципе, отсутствует. Главное – это иррациональность событий, иррациональность происходящего. И там, но при всем при этом, там есть очень глубокий философский смысл в этих всех фильмах. Потому что там совершенно другое познание. Познание не через разум, а именно через свое подсознание, свои чувства этот фильм. И поэтому, в принципе, сюрреализм – это новый способ познания мира. Не через разум, а именно через свое подсознание, как я уже говорила. По поводу сюрреализма я подготовила вам небольшое слайд-шоу, с которым я буду рассказывать вам. Обычно, как начинают рассказывать про какой-то жанр. Когда он зародился, кто был основатель, какие были фильмы, да? Старайтесь, просто не уделяйтесь. Итак, значит, я начну с современности, так как мы живем сегодня в 21 веке. И, естественно, уже мы от современности пойдем в начало 20 века. Откуда вообще, в принципе, и возник такой жанр, как сюрреализм. А сегодня мы сейчас поговорим о современных фильмах, которые есть. Я хотела бы поговорить с вами о фильме «Фонтан» Дарина Ароновского. Все знают этого режиссера, он снял «Черный лебедь», который был очень популярен этот фильм. Там играл Натали Портман, он прошел в кинотеатрах. Но у него есть также другой фильм, который не менее популярен. Но при всем при этом он собрал, в прокате практически провалился. И у него есть определенные оценки критиков. Как провальные, так и восхваляющие. Это кадры с фильма. Сам по себе «Фонтан» — это действительно сюрреализм. Новый сюрреализм. Сюрреализм 21 века. Операторская работа в этих фильмах играет огромную роль. Визуализация играет огромную роль. Если в драмах очень часто картинка не имеет какого-то отношения, главное — сюжет, эмоции, то именно операторы, по сути дела, и делают иногда этот фильм. Значит, «Фонтан», кадр, который вы видите, смысл этого фильма заключается в том, что там есть, по сути дела, три эпохи. Это средневековая Испания, современная США и космос 2500 год. Там играют такие известные актеры, как Хью Джекман и Рэчел Вайт. По сути дела, в этом фильме нет какой-то логики и очень рваный сюжет, за что его, по сути дела, не любят. Вот я буду показывать вам кадры из фильмов. Значит, это у нас слайд-шоу. Вот следующий кадр. Именно вот психоделика и фотосмагория, что, почему они сейчас в современном сюрреализме имеют такое большое значение. Что такое психоделика? Это, по сути дела, произошло это название вместе с таким препаратом, как ЛСД. Думаю, все прекрасно понимают, что он делает с психикой. ЛСД, да, это порождает и порождает у многих творческих людей своеобразные фантазии. И, по сути дела, психоделистические фильмы, это не на эмоции воздействуют, а воздействуют на вашу психику. Альфа Хичкок снимал психоделистические фильмы. По сути дела, Психа, его известнейший фильм, он влиял на психику очень сильно, достаточно сильно, и его картины, они действительно не многим людям в то время, да, это сейчас мы уже посмотрели и расчленение, и все что угодно, в то время, например, они не могли смотреть, им было достаточно тяжело. Вся-то музыка и все-то нагнетание атмосферы. И фотосмагория. Фотосмагория — это хаос, это нагромождение образов, это фантазии и судьбу. И фантазии — это, в принципе, присутствует. Дарья Нарановский говорил про этот фильм. Это мой собственный мир, который я создал. Этот фильм он снимал не ради денег, не ради сборов и даже не ради Оскара. Как многие голливудские актеры, он снимал, режиссер, он снимал фильмы за прокат, за деньги, а вот какие-то фильмы — это его детище. Эфиль Хонтан, сейчас мы видим образ именно космоса, именно Вселенной, и это те образы, которые рождались у режиссера. Он сам их создавал, собственноручно рисовал. И, по сути дела, сюрреализм, когда вы смотрите этот фильм, вы погружаетесь полностью в атмосферу. И та атмосфера, она вас захватывает. По сути дела, сюжет вы понимаете уже после того, как просмотрели фильм, даже когда прошло 2-3 дня. Сразу обсуждать этот фильм никому не советуют, потому что в основном были очень негативные отзывы. Фильм провалился в прокате, но впоследствии он стал сейчас, приобретает статус культового. То есть вот это тот сюрреализм, именно картинка, даже не картинка для картины, а именно визуализация смысла. По сути дела, там также очень глубокий философский смысл в этом фильме есть. И вы это понимаете уже даже, возможно, пройдет неделя-две после того, как вы его посмотрите. Это достаточно необычно, потому что мы выходим из кинотеатра, и через полчаса мы забыли этот фильм. Мы его не помним. Ну, был там какой-то фильм, ну, что-то мы смотрели про Мстителей, ну, что-то они там взрывали. Все. Сюрреализм — это фильмы, которые вы будете осмысливать даже спустя годы, когда вы их посмотрите. Эта картина довольно своеобразная. Хочу рассказать вам про сериал, про сериалы. Думаю, все вы его смотрите, естественно. Сериалы сейчас, в принципе, вытесняют даже обычные полнометражные фильмы. Этот сериал называется «Темное королевство». Он был снят в 90-х годах, и вот от всех, которые вы угадали или не угадали, играл в сериале «Тюдора». Значит, сам смысл вот этого сериала. Когда вы начинаете его смотреть, он кажется вам такой милой сказкой 90-х годов, где плохая анимация и плохая графика. Но, по сути дела, это экранизация романа. Не очень известного. И в 90-е годы это 4 серии. 4 серийный фильм. Смысл данного вообще фильма заключается в том, что это вымышленное королевство, в котором живут люди. Когда вы начинаете его смотреть, где-то на второй серии вам кажется, что вы сходите с ума вместе с персонажами. Потому что персонажи абсолютно не похожи на тех людей, которых вы видите в жизни. Они до такой степени сумасшедшие, что вы, хотя при этом, совершаете абсолютно логические поступки. Вот, например, Фуксия. Так зовут девушка, главная героиня. И на протяжении всего фильма, когда мы за ней наблюдаем, в конце концов, она кончает там с собой, мы сходим, по сути дела, с ума вместе с ней. И абсолютно непонятна логика событий. И уже только в конце фильма, в самой последней серии, после всех этих своеобразных персонажей, которых мы встречаем, абсолютно непонятных диалогов, мы уже понимаем смысл, по сути дела, очень разумный смысл этого произведения. Вот, значит, этот сериал, вот, главный герой, его зовут Слип Тай, по сути дела, является самым главным персонажем в этом фильме. Он самый главный отрицательный персонаж, который убивает всех на протяжении всего этого мини-сериала. И в конце он оказывается самым, по сути дела, чуть ли не положительным и самым любимым. И все его, и самый при этом логичный персонажем. Потому что в этом фильме, например, есть огромная там женщина размером с дом, и это считается нормальным. То есть абсолютно гротескная картинка, абсолютно гротескные люди. И это уже не кажется сказкой, это черная, абсолютно темная сказка именно в качестве сюрреализма. И детям, да, этот сериал лучше не смотреть, потому что я его начинала смотреть со своей племянницей, и ей было 10 лет. И в конечном итоге ей было очень непонятно, очень, кстати, было воздействие тоже на ее психику. Она не могла потом заснуть, потому что этот сериал воздействует на вас. Он воздействует и заставляет, в принципе, сюрреализм, это тот жанр, который заставляет бояться. Не ужас, не хоррор, а именно сюрреализм, потому что там вы не понимаете, что происходит. А когда человек не понимает, что происходит, когда он думает, что почему сумасшедших запирают в сумасшедшем доме, даже когда они не опасны. Потому что мы боимся их. Потому что мы боимся, что они будут делать в следующий момент. Они непредсказуемы, а сюрреалисты непредсказуемы. И на протяжении всего этого сериала мы не понимаем, что будет на следующий раз, и что мы получим. И, в принципе, он себя оправдывает. Это темные тона, которые для сюрреализма очень важны. Следующий фильм, который мы хотели бы рассказать, и про темную атмосферу, которая там присутствует, «Город потерянных детей». Это французский фильм 1995 года. Он был очень известен, номинировался огромное количество раз на самых различных фестивалях, и в конечном итоге он действительно превел статус культового. Это чистый сюрреализм, чистой воды. Тот персонаж, который мы видим, уже нам это доказывает. Смысл этого фильма в том, что также абсолютно та ситуация, которая невозможна в жизни. То, что самый главный герой там, это маленькая девочка, и умственно отсталый молодой, ну, скажем, человек, который ищет своего 9-летнего брата. Они живут в темном городе, из которых похищают детей. А похищают их детей для сумасшедшего ученого, который живет на острове, которого тоже создали, но он не может спать. Он похищает детей для того, чтобы питаться их с нами. Но так как его боятся, он только видит их кошмары. Уже по поводу сюжета, который я вам рассказывал, он кажется абсолютно бредовым, нелогичным, абсолютно непонятным. Как можно вообще было снять такой фильм? По этому фильму, кстати, даже сняли компьютерную игру, которая пользовалась большой популярностью. По поводу кадров, да, тоже можете сейчас обратить внимание, ну, вот, своеобразный, да. Из этого соткан практически весь фильм. Если вначале ты просто начинаешь, ты просто сходишь с ума именно от диалогов, от непонятного сюжета, от достаточно какого-то ужаса, когда ты не понимаешь, что ты вроде как смотришь детский фильм. Ну, я начинала смотреть, я думала, это детский фильм. В конечном итоге ты видишь персонажей, которые абсолютно полностью, это творчество, воображение режиссера. Они абсолютно самобытные, и они не из какой-то мифологии, легенды взялись, они взялись из человеческой головы. Вот здесь и сейчас. Ну, вот, в принципе, вот весь фильм, он смотрится, по сути дела, на одном дыхании. И весь фильм, самое главное, это атмосфера, которая там присутствует. А также, конечно, игра актеров, она имеет тоже большое значение, но вот самое главное, это посмотрите на персонажей. Их запомнишь. Они абсолютно никогда, да, один раз ты посмотрел, ты их не забудешь. Персонажи, которые выделяются из общего числа других фильмов. И в сюрреализме все доведено до вот этой крайности, когда действительно нет каких-то границ. И не надо путать сюрреализм с актхаусом. Думаю, многие знают жанр актхаус. Актхаус — это совершенно другое явление, это совершенно другой жанр. И к сюрреализму он не имеет никакого отношения. По сути дела, фильм начинается как сказка и заканчивается как сказка. Но все те кадры, которые я показываю, он и является сюрреализмом. Следующий фильм, который я хочу вам показать, это фильм Дэвида Линча. Думаю, кто-то знает Дэвида Линча, да? Это известный режиссер американский. И в 1977 году он стал очень популярен. Почему? Потому что снял своеобразный фильм, который называется «Голова ластик». Он черно-белый. Смысл этого фильма начинается довольно нормально. Молодой человек встречает свою девушку, которая забеременела от него, и родители заставляют на ней жениться. И у них рождается своеобразное существо с огромной головой. В результате всего девушка бросает его, и молодой человек воспитывает это странное существо один. В конечном итоге он сходит с ума и убивает этого ребенка. Фильм был очень популярен. Также он является, голова ластик, национальным достоянием США. То есть их фонда, который действительно, по сути дела, в тот момент прославил данного режиссера. Если мы тоже посмотрим, мы посмотрим на кадр, который абсолютно своеобразен, и такое ощущение, что мы смотрим какой-то фильм ужасов, либо хоррор. Вот, и в принципе, фильм — это первая часть. Достаточно логично. Вторая часть — это вот бред и непонятный сон. В сюрреализме очень важное сновидение. По сути дела, это когда мы смотрим, иногда такое ощущение, что действительно это мы под каким-то ЛСД препаратом, либо мы в каком-то сне с вами происходим. И часто непонятна цепь вот этой логики. Но при этом символизм достаточно присутствует в каждом кадре. Вот данный фильм снимался в тот момент, когда Дэвид Линч разводился с женой, она отняла у него ребенка, и все это повлияло на данный фильм, где он показывает именно вот этот все, по сути дела, трагизм человеческих отношений, когда человек, по сути дела, он убивает ребенка, он убивает ребенка в себе, убивает себя, по сути дела. Фильм, который в жанре сюрреализма, «Дель» — это «Дюна», тоже снял Дэвид Линч. Фильм «Дюна» по поводу него хочу рассказать. Это известная фэнтези, которая была достаточно популярна в 80-70-е годы. Фильм, который снял Дэвид Линч в 80-е годы провалился в прокате. Он был абсолютно непопулярен и неизвестен. Этот смысл всего фильма — это фантастика, да, происходит в выдуманном мире, где, по сути дела, есть огромные пески и дюмы. Там есть вымышленные, естественно, персонажи, вымышленные народы, которые с собой взаимодействуют. Весь фильм также абсолютно психодричен. Там играет молодой Стинг, кто любит его творчество. Но после этого он перестал играть, потому что фильм провалился в прокате, и он решил завязать с кино, скажем, своей киноактерской карьеры. И мы с этим же актером еще с вами увидимся в «Твинкикс». В дальнейшем Дэвид Линч его будет снимать. Дюна. Дюна очень красочная. Здесь мы видим тоже сюрреализм. Визуализация имеет очень большое значение. Мы видим слайд, на котором действительно практически весь фильм показывают буханы, показывают пустыню, и показывают... Это все сопровождается довольно такой нагнетающей музыкой. По сути дела, почему он и провалился в прокате, потому что люди пришли на блокбастер, пришли посмотреть, там 80-е годы, прочитали книгу, им было не очень-то интересно все это смотреть. Но через 10 лет этот фильм получил статус культового. Как бывает часто с сюрреализмом, фильмы этого жанра получают впоследствии статус культового. Конечно, если они действительно выполнены абсолютно в этом стиле. Потому что любой блокбастер со временем мы не можем его смотреть, он становится скучным, устаревают спецэффекты, и через 10 лет, через 5 лет он уже не актуален. Фильм сюрреализма — это фильм снов, фильм фантазий, и каждый, по сути дела, их нужно смотреть дома, и лучше одному. Вот молодой Стинг, и в принципе весь фильм достаточно, с одной стороны, вот, с одной стороны, он достаточно психологичен, но с другой стороны, он действительно немного своеобразен, и достаточно тяжелый в плане его восприятия. А Малахом Мандрай? Думаю, всем известный фильм Дэвида Линча. Когда он про этот фильм, он сказал так, если вы посмотрели этот фильм и поняли его, значит, он у нас не получился. Этот фильм, никто не понимает этот фильм, когда смотрит его первый раз, и второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Многие люди смотрят его полчаса, и вроде бы все нормально, но потом они выключают, потому что они не понимают, что происходит дальше. Дэвид Линч, впоследствии потом, все-таки, кое-что, какие-то сюжеты рассказал, что к чему, и да, действительно, по его задумке, это все показывается достаточно логично. Малахом Мандрайв, это было возрождение сюрреализма. В 80-е, в 90-е годы, Дэвид Линч снимал, и по сути дела, сейчас он единственный, кто работает в сфере сюрреализма. В данный момент, больше каких-то, более известных, которые бы пропагандировали этот жанр, их практически нет. Малахом Мандрайв был очень популярен, этот фильм стал, по сути дела, тоже визитной карточкой, и если в начале фильма, да, мы видим девушку, которая потеряла память, и не знает, что с ней происходит, и она начинает, она просыпается в машине, да, то есть осознает, и не понимает, кто она и где она. И весь фильм мы видим, как она пытается найти себя, кто она, и все это заканчивается тем, абсолютно логика в конечном итоге теряется. Мы также, она, по сути, фильм, который начинался, как обычный детектив, да, когда там человек, ему какую-то вкололи вакцину, он понял, что он пропал память, и он там работал, оказывается, там потом на ЦРУ, на ЦРУ, да, мы выясняем, здесь мы отгадки так и не получаем, мы не получаем отгадки в конце, почему так произошло, что с ней случилось. И в конечном итоге все это переходит абсолютно в мистику, в абсолютно непонятные события, которые тоже давят на психику. Там есть один момент, когда она и, ну вот, сидят в кинозале, да, где все в абсолютно синем цвете, и там поется музыка, поется песня. Это довольно самый страшный кадр с фильмов, который я видела. Он абсолютно непонятен, с одной стороны, абсолютно нелогичен, и с другой стороны, невозможно выключить на этом моменте фильм, потому что он действительно завораживает. «Малахон Андраев» считается действительно культовым, и его нужно действительно посмотреть всем, кто даже ненавидит этот жанр. Потому что вы не смотрели «Малахон Андраев», боже, да вы ничего в кино-то и не понимаете. Поэтому лучше его посмотреть, или, по крайней мере, прочитайте в Википедии его содержание и посмотрите какие-то клипы на Ютуб, чтобы можно было потом в друзьях сказать, что я его смотрела. Но фильм действительно, фильм не на один раз. Его нужно смотреть, я считаю, раз 6-7, чтобы окончательно его понять. «Твин Пикс». Я думаю, кто-то слышал из вас про «Твин Пикс», про сериал? Нет? Смотрели. Смотрели, да? Это был культовый сериал 90-х годов, 91-го года в США. И там был, наверное, все... Когда он вышел, у американцев был только один вопрос, кто убил Логу Палмов. Скажу, про что этот сериал. В начале 91-го года, да, ну это 91-й год, маленький городок «Твин Пикс», где все друг друга знают. Ну, знаете, одноэтажная Америка, так начинается любой сериал, какой только возможно. Находит в целлофане убитую местную красавицу, которая была отличницей, комсомолкой, все ее любили, все ее обожали, она была просто там. И нашли ее абсолютно мертвой. И приезжает, естественно, красавчик-агент ФБР, чтобы все это распутать. Год назад у них также пропадает местная официантка, непонятно, что с ней случилось. Все, по сути дела, начинается, как обычный детектив, где сейчас мы будем смотреть, кто кому изменяет, кто извращенец в этом городе, кто нет, и посыпятся все, так скажем, скелеты из шкафа. Мы откроем шкаф, найдем скелет, в каждой семье, так оно и происходит. Но, этот фильм бы не снимал Дэвид Линч, и он не был бы таким культовым без Дэвида Линча. Там два сезона, второй сезон, не смотрите, снимали жадные американские режиссеры, которые ничего не понимают, и выгнали Дэвида Линча, и, по сути дела, закрыли этот сериал из-за низких рейтингов. Но Дэвид Линч возвращается, снимает третий сезон, вы обязаны его посмотреть. И вот фотосмагория, это сон. Сон, да, по сути дела, ну что может делать лошадь здесь, как она вообще туда залезла. Но в этом сериале это кажется абсолютно нормально. Вот, абсолютно странные сновидения, абсолютно странные личности, которые начинают появляться, когда идет расследование, начинают убеждать тебя, что, ну да, это мистика. А в конечном итоге ты понимаешь, что это уже даже не мистика, это что-то абсолютно другое. Мы знакомимся с обитателями этого города, а также с красной комнатой. Здесь мы видим Лору Палмер и агента Купера. Красная комната, красный вигвам, это главное в этом сериале. Мы не понимаем, что это. Оно появляется в сновидениях Купера, когда он спит. Он пытается разгадать загадку, кто убил эту Лору Палмер, и по сути дела он уже разгадывает непонятно, потусторонний мир. Возможно, он сходит с ума, но мы постоянно ее встречаем. И когда мы в этой комнате, звучит очень психоделичная музыка. Мы постоянно ее слышим, мы ее видим, мы видим карлика, который говорит задом наперед, задом наперед. А также сова. Сова — это тоже символ этого сюрреализма, и главная цитата этого сериала — совы не то, что кажутся. «Сова» по сути дела в «Твин Пикси» олицетворение всего того загадочного и непознанного. Это один из самых лучших мистических сериалов. Самый лучший мистический сериал, который не дает ответ на свои вопросы. И первый сезон я советую смотреть абсолютно всем. Он может показаться медлительным. Там абсолютно такая медлительная, знаете, расслабляющая музыка. И вот эти все события очень хорошо ложатся. Вот красавица Лора Парма, конечно, которая потом оказывается чуть ли не проституткой, но это уже это всегда. И по сути дела «Твин Пикс» и Дэвид Линч обессмертил себя и стал во всем мире, не только в США, но во всем мире. Вот фотосмагория, я еще хотела уточнить, в искусстве и в живописи она достаточно тоже популярна. И вот данные слайды, которые я приготовила, это олицетворение того, чего никогда не может быть в нашей жизни. Олицетворение того хаоса и, по сути дела, воображения. Мы сейчас приближаемся к сюрреализму 20-30-х годов. Это авангард. Все знают, что такое авангард. Сюрреализм изначально возникал как попытка даже не уничтожить этот мир, а попытка ему противостоять. Тогда мир лихорадило. Мир не хотел жить старыми нормами 19-го века. И вот фильм, который мы видим, это «Андарусский пёс» и кадры из него. И снял его, естественно, великий Сальвадор Дали. Он не только художник, но и был когда-то небольшим, немного режиссёром. Как снимали этот фильм? Пришёл его друг, который впоследствии стал известнейшим режиссёром после этого фильма. Они выпили и заснули. Проснулись. Им проснули и стали обсуждать свои сны. И сказали, а давай сними фильм. Они написали сценарий, пришли просить денег. Им не дали. А они заняли у своих родственников деньги, за две недели сняли этот фильм. Когда они его снимали, они приготовили огромное количество камней, чтобы отбиваться от публики, которая будет их убивать. Они же за деньги его показывали. Когда они придут на Сальвадора Дали, который уже тогда становился более-менее популярен. Но он стал очень известным, потому что он прорывал абсолютно все шаблоны. По сути дела, это действительно сон начинался с того, что Сальвадору Дали приснилась вот такая вот девушка, которой разрывают глаз. И он рассказал своему другу, которая сказала, давай снимем-ка фильм. И, по сути дела, андалузский пёс это классика. Классика, которую должны знать все. Андалузский пёс и Золотой век это фильм, с которых, по сути дела, начался сюрреализм. А Сальвадор Дали, он себя называл «Я и есть сюрреализм». И, в принципе, мы уже скоро с вами заканчиваем. Сальвадор Дали в принципе и прожил всю свою, да. И вот рассказать напоследок об этом человеке, этот человек, его зовут Андре Бутон, он был поэт и, по сути дела, он основоположник сюрреализма. Но он не режиссёр. Сюрреализм, он был основоположник в своих стихах. Он очень, кстати, дружил с Маяковским. Но Маяковский был авангардист, а он был сюрреалист. И, в последствии, сюрреализм, конечно, зарождался, наверное, в течение веков. Это восха. И это типичнейший сюрреализм и символизм, в котором всё, по сути, что-то отображает. И абсолютно нелогично. Поэтому сюрреализм возникал, возник ещё столетия назад, раствёл в 20-е годы 20-го века, затух опять, и вот раствёл в 80-е годы. Но уже в другом качестве и в другом формате. Я думаю, вам нужно посмотреть эти фильмы, особенно «Твин Пикс», особенно «Малахолландрайв». Фильмы, которые лучше смотреть одним, в тёмной комнате. Пожалуйста, не ходите покушать куда-то, не ходите, не гладьте кота. Вам лучше проникнуться в эту атмосферу и посмотреть её. Сюрреализм это такое изысканное блюдо, даже не изысканное, а эгоэтическое блюдо, которое нужно попробовать всем. Но пробовать его нужно. В определённой дозировке нужно знать, как его есть, и главное, не отравиться. Потому что, если вы будете слишком часто это смотреть, вы либо возненавидите этот жанр, либо действительно у вас будут проблемы с психикой. Потому что, когда его очень часто смотришь, либо вы его просто не поймёте. А если вы действительно его стараетесь понять, прочувствовать, и вы смотрите даже безобидные сериалы вроде «Тёмного королевства», обычные люди начнут казаться вам необычными. В принципе, всё. Но, конечно, фильмы лучше смотреть и обсуждать. Потому что фильм «Сюрреализм» создан для киноклубов, так что мы будем тоже смотреть. Поэтому этот жанр, который необходимо обсуждать. Если больник, его незачем смотреть, его обязательно надо смотреть, но там нечего обсуждать, то именно сюрреализм, он в каждом человеке вызывает определённые эмоции, определённые будут подсознательные страхи. Это вы тоже должны знать. И психически неравновешенным людям их нельзя показывать. Если вы подозреваете, что у вас шизофрения, не надо его смотреть. Потому что этот фильм будет определённый, это, ну, снимают сами его творческие люди, у которых своеобразное, так скажем, составляющие. И, например, фильм «Малахолландер» снимал, когда болел, когда у него была ломка, потому что он нахкомал. Это тоже надо помнить. Есть вопросы? Да, задавайте, отвечайте. А вот какие критерии у фильмов жанра сюрреализма позволяют сказать, что этот фильм хорош, что этот фильм плох? Критерии. Я хочу вам сказать, во-первых, по поводу сюрреализма. Не путать с псевдо-сюрреализмом. Тима Бёрхтона все знают. Он в своих фильмах очень часто фишки сюрреализма, вот непонятные, чудаковатые люди, непонятные, но он не является сюрреализмом. У него абсолютно логич... У него есть готика, он довольно логичен, но он не сюрреалист. И фильмы, которые достаточно плохие, те, которые показали, снималось, конечно, больше, но просто их сейчас уже никто не помнит, никто не знает. Настоящий сюрреализм, он вас затягивает. Когда вы начинаете смотреть этот фильм, вы абсолютно в него погружаетесь. Вы не можете отвлечься на что-то еще. Есть фильм, который авангард того века, 20 века. Это фильмы, которые должны вызывать у вас какой-то протест. Они должны будить вас какие-то абсолютно протестные ощущения. И это действительно там, где каждый кадр что-то значит. В современном сюрреализме каждый кадр, вы должны искать какой-то определенный смысл. И каждый кадр, он уникальный. Если вы действительно понимаете, что вы поняли этот фильм сразу, то это плохой сюрреализм. Если вы его сразу поняли, то этот фильм про сюрреализм вам не подходит. Это плохо снят. Это может быть другой жанр, но не сюрреализм. Настоящий сюрреализм нужно понимать именно под сознанием. И вы должны быть в восторге и от картинки, и от именно музыки. Должно психически как-то на вас это повлиять. Даже эмоционально вы должны быть либо подавлены, либо возбуждены, либо еще что-то. Но если это действительно, конечно, созданы условия, вы в нормальном условии смотрите это на экране, а не бежите за колбасой, фильм должен на вас подействовать. Если это не сюрреализм, у вас тогда не будет. Вы упоминали, что арт-хаус и сюрреализм это разные направления. Абсолютно. Какие различия вы бы могли сказать? Ну, во-первых, я уже говорила, сюрреализм это то, где логика не работает. Там не работает это средство познания мира через рациональное. А арт-хаус сам по себе очень часто логичен. Но возьмите договель, это арт-хаус. Он очень логичен, и все ее поступки в конце очень даже логичны. Часто арт-хаус зачастую во-первых, про этот жанр туда впихивают все. Американцы впихивают все фильмы на иностранном языке в арт-хаус. Ну, это ж не американцы сняли все, это арт-хаус. Нужно понять, что это за жанр. Это жанр, да, кино не для всех, которые зачастую поднимают. Социальные какие-то. Сюрреализм он не борется за мир во всем мире. Он не поднимает какие-то проблемы секс-меньшинств или проблемы у человека, где три головы, и он... Нет, он поднимает проблему в смысле вы смотрите на человека, где три головы, но это мир, в котором человек, у которого три головы абсолютно ограничены, у которого одна голова нет, и он не понимает, что происходит. В арт-хаусе, например, есть фильм арт-хаус Дэвида Линча «Человек-слон» на реальной основе был снят. Человек в 19 веке заболел слоновью болезнью, он был ужасно уродливый, и общество его отвергало. И фильм снят в черно-белом фильме. По сути дела, это арт-хаус. Арт-хаус, в первую очередь, основной смысл его это социальная подоплёка, это смысл... Ну а также, да, если это ещё в чём-то и с авангардом арт-хаус пересекается, это чтобы удивить вас. Поэтому там они снимают всякие бредовые сороконожки или ещё что-нибудь. Ну, знаете, есть такие фильмы. Или там поджигаются, или, конечно же, там раздеваются и, извиняюсь, там занимаются целый фильм непонятно чем, как фильм «Любовь» тут вышел. Ну где вообще любви? Поэтому нужно это понимать. Ваш вопрос? Да, я хотел спросить, показывали лет... Это 5-7, я уже не помню, сколько лет назад, такой замечательный сериал «Лост». И вот там в последних сезонах происходили какие-то странные вещи. Ну, это не сюрреализм. У Дэвида Линча, у Холланд-Драйв, вы не можете сказать, что это бред, но это бред, он так и подразумевался. А «Лост» — это просто сериал, который начинался за здравие, закончился за упокой. Но это не имеет отношения к сюрреализму. У кого-то ещё есть какие-то вопросы? А в чём разница между экспрессионизмом и сюрреализмом? Ну, вы знаете, сюрреализм, да, по сути дела, все они из одной каши, из авангарда, да, авангард создатель всех этих направлений в начале 20-го века. Но, понимаете, наверное, всё-таки сюрреализм, он нацелен внутрь человека, а не во внешние какую-то составляющую. И современный сюрреализм, современные фильмы, которые я обсуждаю, я не могу обсуждать живопись, я в ней не особо разбираюсь. Если современные фильмы мы смотрим в сюрреализме, они направлены именно на познание мира и познание внутреннего сознания человека. Когда человек должен хоть чуть-чуть немножко за рамки своего сознания выйти. Но это не направлено на привлечение какого-то внимания. А экспрессионизм, наверное, больше даже направлен на привлечение внимания. Как-то вот нужно это различать. Суриализм, вот эти все кадры сумасшедшие, которые я вам действительно показывала, они были направлены не для того, чтобы привлечь внимание к фильму, они абсолютно органично смотрятся в фильме, но это просто так, и вы смотрите и понимаете, что так и есть. Вот эти люди, у которых там железяка на голове, он так своеобразно кричит, что это норма. Что-то еще, какие-то вопросы есть? А что подразумеваете, когда говорите «понять подсознанием»? Нам ведь недоступны… Да, вот именно в этом сюрреализм очень ценен, потому что этим никто, в принципе, не занимался. Это, ну, понимаете, наши сны, например, мы не можем понять их. Мы можем получить какой-то ответ от подсознания, что это так, но мы не можем понять, какими путями мы дошли до этого ответа. Сальвадор Дали, он решил, что нужно, он отбегать разум, и постигать иррациональное. Дело в том, что, по сути дела, мы о себе ничего не знаем. И мы знаем все, что очень логично, достаточно предсказуемо, и мы можем понять мотив. Иррациональное — это когда мы не можем понять мотив, когда, в принципе, ничего не предсказуемо. И стараться понять, это стараться в себе вот иррациональность как-то развивать. Потому что бывают, да, там, какие-то реальные события, которые списывают на магию, на мистику, на ещё что-то. Когда та же интуиция. Я чувствую, но я не понимаю. Я чувствую, что меня вызовут доски, и мне поставят два. И это происходит с людьми. И с каждым, наверное, так было. Но мы не можем понять, почему. Но мы это чувствуем. И это и есть иррациональность. Но в детстве, как бы, и само общество, оно направлено на то, чтобы это не развивать. Сюрелизм пытается хоть как-то это развить. То есть можно сказать, что если вы нашли ответ на вопрос, зачем автор сделал так-то, да, и почему, значит, вы поняли. Если нужно, во-первых, стараться найти их. Но если вы их действительно абсолютно всё поняли в этом фильме, это значит, вы его упростили. Либо фильм фиговый, да, сюрреализм прям конкретный. Либо, тоже тут надо понять. Либо, по сути дела, вы сами упростили его. Потому что очень часто невозможно понять, так как это вот иррациональный посыл режиссёра. Когда снимали фильм «Город потерянных детей», режиссёр сказал, я сам не понимаю, как я снял этот бред. Я не могу понять. И когда его старались объяснить, смысл фильма. Тот же самый Малахолланд Драйв, он говорит, если вы его поняли, значит, мы его неправильно сняли. Так может, его и не надо понимать, или смотреть не надо вообще такое кино? Нет. Вот эти фильмы как раз нужно смотреть. Я считаю, что это такой жанр, да, у нас, если мы что-то не понимаем, мы это отвергаем. А это нужно принять, даже не понимая и прочувствовать. И пытаться как-то в этой атмосфере, пытаться как-то всё-таки угадать, да, возможно, что-то вы угадаете, что я всё почувствовал. Бывает, сюрреализм снимают действительно символизмом, когда каждый кадр что-то означает. Тут нужно всё уточнять. Так как это жанр очень штучный товар, и каждый фильм особенный. Там нету, там, как, не знаю, драмы. Ну, даже не драма, но, например, какой-то любовный фильм, романтическая комедия. Они все штампованы, они все одинаковые, и там можно сделать абсолютно одинаковый шаблон на всех. Здесь все фильмы разные. Ну, давайте. У меня просто ещё один вопрос похожего рода. Является ли что-то сюрреализмом? Есть такой замечательный фильм про исследование космоса, научная фантастика, космическая Одиссея 2001 года. И он вначале весь такой логичный, ребята там полетели к Сатурну. Так, снимал Кубрик, да? Да, Кубрик. А в конце происходит что-то очень здорово. Ну, так как ограниченное количество времени, я этот фильм не стала показывать, да? Кубрик — это тоже сюрреализм. Сияние — это такой конкретный сюрреализм. Фильм «Сияние», думаю, кто-то смотрел. Стивен Кинг ненавидел Кубрика и сказал, что он снял полный бред. У него достаточно логичная и скучная книжка, не советую читать, но фильм абсолютно сюрреалистичный, абсолютно там, кстати, потом кадры, которые даже в клипах многие известные певцы повторяли. Там две близняшки девочки, там ещё что-то там. Там он такой конкретно очень сюрреалистичный по многому. Там показывают, как сходит человек с ума. И вот это всё достаточно. Вот космическая Одиссея 2001 года, по сути, да, это понять космос. Он, то, что непостижимо человеческому мышлению в космосе, практически всё, он оставляет так и неразгаданным, да, в этом фильме. Никак, да, Винтерстелл, мы всё объяснили за два часа, это мы только через две тысячи лет, успокойтесь. Там такого нет. Ничего нельзя предугадать. И поэтому это вот сюрреализм, по сути дела, это и есть, да, то, что он показывает, как ограничено наше сознание. Оно ограничено, но мы ограничены. Вот в этом плане. Вы хотели, да, ещё? Ну, я забыл, что хотел спросить, но я вспомнил, что Стэнли Кубрик, он, когда снимал «Сияние», он показывал всем голову, голову ластик, и потом он впоследствии называл его фильм этот Линча одним из самых любимых и говорил, что завидует ему, что хотел бы снять такой фильм. Да, голова ластик. Несмотря на кадры черно-белые и, возможно, не очень красивые, я советую вам посмотреть этот фильм. Фильм, он очень своеобразный, он очень странный. Вот сюрреалистический фильм, вы когда его смотрите, вот ещё, когда вот спрашивают у человека, как его определить, вы смотрите и думаете, какой-то он странный. Вот странный, вот фильм странный. И действительно, он очень такой, вот сюрреализм в чистом виде, его я советую тоже обязательно посмотреть. Тогда объясните, где сюрреализм в фильме Тарковского «Солярис». Там ведь, если читать книгу, ну и основываться уже на книге, там, в общем-то, всё происходит очень логично. Там человек сталкивается с непознаваемым, и нет вопросов, на которые, допустим, Лем и Тарковский не дают ответа. А дело в том, что Лем Тарковского говорил это не мой, снимая книга. Ну, я понимаю, но всё равно. Да. Дело в том, что, вот я сейчас про книгу не говорю книгу, абсолютно нелогично, но Тарковский снимал не про «Солярис». Он взял основу, но снял свой фильм. И я не говорю, что это чисто в виде сюрреализма, но во многом, там очень много психоделичности, это абсолютно психоделичный фильм. Там и там есть вот этот нотки сюрреализма, очень достаточно присутствует. В нём есть вот этот налёт, и когда мы смотрели вот здесь, мы погружались абсолютно на кинопоказе, в этот фильм, и люди, вот действительно, они как будто из одной реальности потом попадали в другую, когда он заканчивался. Кстати, в русском фильме есть ещё фильм «Господин оформитель», играет там Виктор Авилл. Снялся этот фильм в 1988 году, советую тоже посмотреть. Он абсолютно, по сути дела, не очень популярен и известен, но он, вот это, наверное, единственный сюрреализмический фильм, который есть в России, и он тоже, он абсолютно бьёт по психике. И там замечательная музыка, которая тоже достаточно, тоже такая, очень мощная, и снял её известный лодки, в котором умер от циркома сердца Сергей Крюхин. АПЛОДИСМЕНТЫ